Если у тебя есть деньги в банке, это одно из самых важных видео в этом году для тебя. У нас есть идеальный пример того, о чем я говорил не раз. Конечно, правительство это отрицает, но мы наблюдаем коллапс огромного количества банков. Мы пришли к тому, что называется банковской паникой. Мы поговорим в этом видео про цифровые валюты центральных банков и о множестве красных сигналов, которые другие не видят. Мы возьмем за пример некоторые банки и некоторые страны, но это справедливо и для всех остальных. А в конце мы подведем итог, чему нас может научить эта ситуация и на основе этого сможем предположить, что случится дальше в Европе, в России, в Украине, в США, Канаде, Австралии и других странах, где есть банки. Очень важно досмотреть это видео до конца, чтобы защитить свои деньги в банках. Кстати, чем больше лайков мы наберем, тем большее количество людей мы предупредим об этой проблеме и тем больше людей сохранит свои деньги. Начнем с самого важного события, которое происходит и которое может стать косвенной причиной банковских паник по всему миру. Это развитие цифровых валют. В последний раз, когда я видел эту карту, у нас не было такого количества уже запущенных цифровых валют центральных банков. В апреле 2021 года, как ты видишь, запущенных ЦВЦБ практически не было. Это вот эта розовая полосочка вот здесь. Пилотных версий было всего 24% и разработкой занималось всего 19% всех существующих стран. Если мы перейдем на декабрь 2022 года, то увидим разительные изменения. 10% уже запустили ЦВЦБ, 16% запустили пилотные версии и 30% разрабатывают свою собственную цифровую валюту. Почему это ключевой момент? Давай разберемся. Недавно Нигерия выпустила свою цифровую валюту центрального банка. И что же происходит в Нигерии? Да ничего хорошего вообще. Я бы назвал происходящее там самым главным скандалом в финансовом мире. Мы можем посмотреть на Нигерию и понять, что произойдет и с нашими странами, и нашими банковскими счетами. Сейчас ты видишь на своем экране страны, чьи национальные цифровые валюты находятся в пилотной версии. И это выглядит практически как страны БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Мы помним, что именно эти страны накапливают золото рекордными темпами. Зачем? Да чтобы создать собственные цифровые валюты, обеспеченные золотом. И на самом деле страны БРИКС значительно опережают в этой задаче своих западных партнеров. Ведь западные страны, как ты видишь, находятся в процессе разработки ЦВЦБ. В то время как страны БРИКС находятся уже на стадии пилотной версии своей цифровой валюты. Однако пример Нигерии это абсолютно необходимое знание для тебя, чтобы понять, что конкретно будет происходить в твоей стране дальше. Особенно актуально это для стран зеленого цвета, которые уже находятся на стадии пилотной версии. Фактически после пилотной версии остается только один этап. Запуск собственных цифровых валют. Мы помним, что после запуска ЦВЦБ в Нигерии началась самая настоящая банковская паника. Когда люди не смогли получить свои деньги. Центральный банк Нигерии заявил, что изменил дизайн банкноты достоинством выше 200 наир. Чтобы заменить грязные наличные, как они сказали, в обращении. А также бороться с инфляцией, подделками и продвигать безналичное общество. Мы слышали такой же нарратив во время пандемии, что наличные деньги это грязные деньги, нам нужно от них избавляться. Причем тут борьба с инфляцией, тоже непонятно. Но вот что самое главное, продвижение безналичного общества. Они надеются, что часть денег, накопленных отдельными лицами или компаниями, вернутся обратно в финансовую систему. Что это значит? Нигерия намеренно изменяет дизайн наличных денег прямо во время запуска цифровой валюты. Они делают это для того, чтобы люди меняли свои наличные деньги, которые теперь незаконны, на новые. Они преднамеренно создали нехватку новой валюты, чтобы когда ты принес им свои наличные, ты смог бы вернуть их в банк. Но не смог бы вывести их обратно в виде новых банкнот. Потому что предложение этих банкнот суперограниченное. Это приводит к тому, что бизнесы в стране останавливаются. Многие из них уже закрыты. А некоторые супермаркеты принимают только наличные, что провоцирует еще более масштабные проблемы. Правительство очень медленно на это реагирует. Почему? Да потому что власть просто тянет время до того момента, когда люди сломаются и согласятся полностью перейти на цифровую валюту Центрального банка. Давай перейдем к еще одному примеру. Это Китай. Я уже делал несколько видео про него, о том, как те же эксперименты с цифровым юанем привели к банковской панике. Властям даже пришлось отправлять танки на защиту банков. Кроме цифровой валюты, Китай экспериментирует с цифровой идентификацией личности. Это так называемый цифровой паспорт. Это то, что другие страны тоже будут делать, в том числе и твоя страна. Цифровой паспорт объединяет все в твоей жизни. Твой социальный кредитный рейтинг и даже твой личный углеродный след. А все для того, чтобы убедиться, что ты послушный, хороший гражданин. Что же сделал Китай? Он злоупотребил этой системой. Они использовали этот цифровой ID во время коронавирусных локдаунов. Если у тебя был зеленый пропуск в цифровом ID, ты мог путешествовать и пользоваться всеми благами человечества. Но если красный, тебе нужно сидеть на карантине. Что же случилось? Люди, даже имея зеленый пропуск, при попытке попасть в провинцию Хенань, в которой и была банковская паника, в провинцию, где деньги вкладчиков местных банков буквально исчезли, и люди пытались выбить их силой, получали красный сигнал. То есть, людей не пускали на самолеты, на поезда, на автобусы, даже несмотря на то, что у них нет коронавируса, и ID-паспорт давал зеленый пропуск. В некоторых случаях власти специально меняли его на красный, чтобы не допустить людей, например, в провинцию Хенань. Это одна из опасностей, которая несет в себе эта цифровая система, которую создают прямо на наших глазах. Они даже подавляли протесты с помощью этой системы. В преддверии запуска этой системы общественное мнение уже готовят к тому, что это хорошо. Всемирный экономический форум предупреждает, что на протяжении следующих двух-трех лет нас ожидает киберапокалипсис, катастрофическое событие, способное полностью перезагрузить всю финансовую систему. При этом геополитическая нестабильность, которую мы сегодня наблюдаем, только усиливает риски такой масштабной кибератаки. И после такой перезагрузки все банки не будут знать, сколько у тебя было денег на счету, либо будут притворяться, что не знают. Потому что сейчас никто из них не делает отчетность на бумаге, все происходит онлайн. Поэтому мой тебе совет – делай распечатки каждый месяц. Распечатки своих банковских счетов, сберегательных счетов, инвестиционных аккаунтов, золота, серебро, облигации. Печатай их и держи в папках. Только так, в случае чего ты сможешь доказать, что у тебя были деньги на счету в этом банке. Я знаю историю, когда человеку заморозили банковский счет и затем утверждали, что у него никогда не было никаких аккаунтов в этом банке. Единственное, что его спасло – это наличие таких ежемесячных распечаток. Федеральная корпорация по страхованию вкладов – это агентство в США, которое занимается страхованием депозитных счетов в банках. Три месяца назад у них была встреча. И я не знаю, что с ними произошло. Может, они забыли, что они уже в эфире или что-нибудь еще. Но они сказали прямо – нас ждут банкротства банков. И когда это случится, они не смогут покрыть все депозиты, они не смогут покрыть все деньги. Они сказали, что банки смогут покрыть сейчас 1,3% всех денег. Очевидно же, что у них просто недостаточно денег. Несколько дней назад я показал тебе подробную историю Credit Suisse, которая наглядно это доказывает. На всякий случай убедись, что у тебя нет никаких связей с этим банком. Их акции уже упали на 96%, а годовые доходы упали на 443%. Инвесторы бегут из этого банка. Он сейчас больше платит по депозитам, чем получает по выданным кредитам. Это путь в никуда. Посмотри это видео обязательно по ссылке в описании, если не видел. Это очень важный компонент для понимания всей ситуации. Поэтому будь очень осторожен, если банк начнет падать. Твои деньги могут застрять. Затем все побегут за своими деньгами и все равно не смогут получить их. Так и начнется банковская паника, как в той же Нигерии или как в США сейчас. Это произойдет и в других странах, когда старая финансовая система начнет рушиться. Средства массовой информации распространяли новости о том, что Метробанк Великобритании получает столько новых денег, что сразу же размещает их во всяких доходных активах. Многие банки сейчас делают то же самое. Формируют образ сильных банков, чтобы убедить потенциальных клиентов в надежности их депозитов. Обычно, когда начинаются такие инфокомпании, нужно думать наоборот. Зачем этим банкам платить кучу денег СМИ, пиар-агентствам, только для того, чтобы дать уверенность людям? Если никто об этом даже не беспокоился, никто не сомневался в надежности этих банков. Обычно это уже является звонком. Тем более, Метробанк уже имеет штрафы за то, что давал недостоверную информацию своим инвесторам и клиентам. Про банк Сильвергейт я даже говорить не буду. Все мы знаем, что с ним случилось. Однако, перед тем, как объявить о самоликвидации, они сократили штат на 40%. Когда банк делает такое, это уже буквально мольба о помощи. Но дело в том, что и другие крупнейшие банки занимаются чем-то подобным прямо сейчас. Сити Групп тоже начинает сокращать сотрудников. Пока что только сотни людей уже остались без работы. Посмотрим, что будет дальше. Джей Пи Морган также сокращает сотни сотрудников ради экономии. Кстати, очень важно отметить, что это сотрудники, которые работают в сфере ипотеки. Заявки на ипотечные кредиты находятся на минимуме за последние 28 лет. Это значит, что банки зарабатывают меньше и им приходится сокращать сотрудников. Goldman Sachs начинает раунд масштабных увольнений, одних из самых больших в его истории. И, наконец, Wells Fargo. Крупный банк обязали выплатить 3,7 миллиарда долларов за незаконную деятельность, включая несправедливое отчуждение заложенного имущества и изъятие транспортных средств. Я не буду вдаваться во все это дальше, но, поверь мне, у других банков сейчас похожая история. По-моему, очевидно, что происходит. В настоящее время в банковской системе наблюдается огромное количество проблем. И только из-за того, что существуют такие агентства страхования депозитов, как FDIC, не стоит думать, что твои деньги в безопасности. Нет, они не в безопасности. Это огромная проблема. И я думаю, что Нигерия для тебя должна стать отличным уроком и инсайтом того, что будет дальше. Того, что и твое правительство сделает так же. Очевидно же, что именно происходит в Нигерии. Все эти отговорки и нелогичные объяснения, абсолютно корявые, про грязные наличные, про новый дизайн банкнот. Все это чушь. На самом деле, они запускают цифровую валюту и делают жизнь с наличными невыносимой только для того, чтобы заставить граждан перейти на ЦВЦБ. Думаю, вероятность повторения этого и в других странах остается достаточно высокой. Иначе, почему эти страны, на минуточку, находятся либо на стадии разработки, либо уже на стадии пилотной версии своей собственной цифровой валюты? Ну, меня зовут Богатейший Ди. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»